Приветствую всех настоящих ценителей бокса. Вы на канале Лаборатория Бокса. И сегодня только для вас и совершенно бесплатно раскрою секретную боксерскую стойку от канала Лаборатория Бокса, которая сразу минимум в 5 раз повышает вашу скорость, резкость, реакцию, силу удара. И если вы ее освоите, то за одну секунду станете чемпионом. Это, конечно, все шутки, но что не шутка? То, что на днях я записал видео, где показал, как бью по боксерскому мешку. И у меня там была такая вот стойка, да, не классическая, с коленями, как бы сведенными внутрь немного, да. И после этого очень много людей написало негативные комментарии, причем не то чтобы негативные даже, а какие-то с чувством заведомой правоты, что типа, чувак, у тебя вот так вот коленки там внутрь, кто-то написал про страшные лоу-кики, кто-то, ну, в общем, каждое как бы свое, да, кто-то среагировал нормально. И вот именно об этом я хочу поговорить. Это стойка вообще, откуда я ее взял, то есть это, там, что я дурачок, типа, так вот стою там, сам это придумал, но нет, нет, меня этому научил заслуженный тренер России. И вот именно об этом я хотел рассказать, о секрете этой стойки. С учетом того, что слов в поддержку этой стойки я не услышал ни одного, а критики услышал просто целый вагон, то это, наверное, какое-то утерянное секретное знание, секретное кунг-фу, и этот секрет я вам прямо сейчас раскрою. Начать хочу с того, что кто, ну, реально вот занимался боксом, боксировал, да, там, выступал на любом каком-то уровне, то вы прекрасно знаете, что есть разные школы бокса, то есть если мы говорим о стойке, даже просто где держать правую ручку, ну, подбородка, это понятно, но там кто-то дает выше держать, кто-то, ну, классика, кто-то чуть-чуть там вперед, и с новичков отрабатывают лево-лево-вперед, с подставкой-подставкой назад. Линия плеч, то есть вот классическая стандартная, да, я, например, когда занимался в детстве в спортивной детской школе Писково-резерва, у нас-то было вообще не такая стойка, то есть у нас было кромысло, правое плечо низко, левое плечо высоко, и, ну, то есть это давало, как такой щит, короче, как ты, как этот спартанец, в общем, щитом как бы прикрываешься этим, да, то есть такая фишка, и такого как бы очень много, то есть руку, руку кто-то из тренеров учит держать близко, кто-то далеко, ну, и так далее, да, и то есть все, там, я уж молчу про то, что можно стоять более, ну, я, наверное, даже встану, да, просто ближайками на уши звук, можно стоять более, там, как усик, да, полуфронтально, можно стоять больше бочков, уж не рассматриваем там просто какие-то экзотические такие варианты, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, в чем же секрет этой волшебной стойки, и вообще зачем она, когда колени, ну, мы как бы сводим вместе, да, в чем, как бы, ее выгода, и вот эти вот слова, что можно там пробить лоу-кик, и будешь навалитным, понимаете, народ, мы же с вами занимаемся боксом, да, то есть лоу-кик – это другой спорт, то есть по такой логике, а можно достать там травмат, или еще лучше огнестрельное оружие, и там, ну, вообще неизвестно, что как бы случится, да, но это совсем другое, то есть, и это, ну, а мы говорим о боксе, да, то есть в рамках бокса. Так вот, что дает вот эта вот стойка? Первое, как она делается? Смотрите, мы берем классическую стойку, ну, некую такую усредненную, как бы, да, и дальше вот, все, мы в нее как бы встали, и дальше ей, ну, может, там более бочков, допустим, хорошо, и дальше есть как бы разные варианты, вот у нас там противник, хорошо. Смотрите, мы можем, мы не коленки свозим, коленки мы вот так вот не свозим, это, ну, неправильно, не имеет смысла, а мы можем, как бы, мыски можем вот так вот развернуть и свернуть, развернуть и свернуть. И вот есть некая серединная позиция, вот там у нас противник, да, а мы, как бы, чуть-чуть развернем, обычная позиция, и теперь мы не сводим коленки вот так, мы их не сводим, а мы, как бы, их чуть-чуть сворачиваем. Вот, все, готово. Что это в теории дает? Во-первых, ну, разные, опять же, есть школы бокса, вот, я занимался делом детства, у нас там была, как бы, идея, ну, и очень серьезные были тренера, то есть, там, один на Олимпиаду ездил, например, в СССР, да, ну, в смысле, боксировать, вот, то есть, есть разные, как бы, идеи, и одна из них, вот, в боксе, это собранность. То есть, когда очень много здоровья, человек, например, мексиканец, там, ну, вы понимаете, о чем я, да, то есть, он может биться вообще как холодно, просто он, там, загруппировался, как вопросов пошел, и месяц ныряет, там, так-сяк, взет, в общем, лупит. Но, если человек хочет нам меньше пропускать ударов, то, как бы, одна из идей, это вообще узость коридоров, ну, вот, ударов, да, то есть, отсутствие каких-то там провалов, расхлябанности, то есть, быть собранным. Соответственно, если один человек собранный, а другой человек машет, и локти у него в стороны, и весь там он махает, то тот, который узкий, он войдет, как бы, ему между рук, и все, как бы, он выиграет за счет своей узости. Так вот, одна из идей, вообще, вот, какая, такая, что локс, он антиприроден. И у человека, как бы, вообще, по идее, по природе, да, он неестественный все эти удары, то есть, да, в узких, как бы, коридорах, то есть, более естественно, как бы, это, как, знаете, куртку расстегнут широко, и вот, вот так вот, да, то есть, и, соответственно, ноги в этом случае, они тоже обычно, как бы, широко, ну, более расходятся. И, по идее, когда ноги, как бы, сводят низ, то, как бы, чуть-чуть, ну, по инерции, как бы, сводится вверх. То есть, вот, это, как бы, как-то так, да, и вот, в детстве до бесконечности я отрабатывал, не я это придумал, да, то есть, узкие вот эти вот всякие штуки, То есть там раз, два, три, раз, два, три, пошли, там уклон, нырок, нырок, уклон, ну и так далее Все до бесконечности именно вот с такими вот как бы вовнутрь побернутыми немножко ногами То есть это как бы собирает Это первое Второе, какая есть интересная штука Смотрите, когда мы выполняем удар, ну любой, по прямой или, например, боковой удар, то по классике Вот, хорошо, мы стояли в некой середине стойки, то есть коленки у нас были достаточно широко И вот мы берем, например, бьем право боковой удар Раз, ударили У нас свернулась нога, видите, внутрь коленка пошла Аналогично, то есть мы если бьем, допустим, лево боковой То есть мы уклонились и вот мы бьем там Раз, ударили У нас коленка тоже свернулась, видите А здесь как бы получается идея, что мы уже как бы низ тела чуть-чуть подготовили под это сворачивание То есть мы вот как при правом ударе сворачивались, при левом ударе сворачивались А тут мы как бы оп, чуть-чуть как бы сразу свернулись И это с одной стороны, это несет в себе минусы, там ослабляется удар, ну и так далее Но это несет в себе даже как, вот у нас в Кубе, например, была такая идея Стопор, стопор, то есть вот то, что свернут как бы ноги Если, допустим, вот так развернулся сильно или там в средняя позиция То справа человек ударит, он там раз и куда-то перекрутился, ну может по сути там улететь Но если у него стоит четко нога вот этого, да, на полу, она как стопор И получается угол влияет тоже, то есть чем как бы он более как бы на нас То есть колена тем самым внули, как бы, ну поворачивается и одно там, и другое И остаются как бы ступни на земле То есть это нас удерживает от провала То есть мы можем бить, с любой там этой махать И мы как бы все, вот ноги нас, они как стопор как бы, да Вот это то, что я хотел сказать чисто про эту странную, на первый взгляд, стойку А вообще идея такая, что если вы на самом деле занимаетесь боксом Боксируете, например, да, то у вас есть свой тренер И он несет какую-то свою школу бокса И они очень часто, ну отличаются в чем-то То есть есть некоторая база, бокс он един во всем мире Но во всем есть плюс и минус То есть один тренер вас будет учить, что нужно поднять именно плечо Вот как такой, знаете, как за броней, как бы за ним быть И это здорово, но другой тренер вас наоборот будет вам объяснять Что вам надо сбросить плечо, потому что именно это дает расслабленность И вы быстрее гораздо можете бросать руку вместе с плечом А когда она вас поднята вот так вот, как панцирь, да То вы, как бы, у вас рука зажатая, как бы, да То есть и нельзя сказать, что вот так правильно или так правильно То есть есть, как бы, разные, ну, школы, да И самое, на самом деле, главное вообще, что можно сделать Даже вот смотря какие-то обучающие ролики на ютубе, да Есть разные каналы обучающие, ну, даже весьма хорошие Самое эффективное это слушать именно своего тренера Потому что он несет именно определенную, как бы, школу бокса И представьте, например, если ваш тренер учит переднее плечо максимально расслабить Опустить и его разбрасывать А вы посмотрите на ютубе, как в панцирь его поднимать и прятаться за ним И вам тренер на вас посмотрит, подумает, ну что, дурак какой-то Я его учу, а он делает наоборот Или наоборот, да Ваш тренер учит вас вот так прятаться, да А вам там научат, что отпускай руку, давай туда его бросай И, ну, короче, вы понимаете, то есть, самое главное это слушать своего тренера А второе, что вот эта вот стойка со свернутыми коленками Это, как бы, не ошибка, не случайность А просто есть такая стойка, которая дает свои преимущества Ну, очень даже ощутимые, ну, и свои недостатки Всем добра, до новых встреч, туфу камеру Продолжение следует...